Продолжение следует... 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 Ну, глухие и звонкие А ты можешь вспомнить глухие и звонкие? А глухие и звонкие бывают у нас парные? Нет Парные, согласные Есть у нас парные? Нет Парных нету Ну-ка давай посмотрим вот сюда Есть парные, которые по парам то Есть? Ну давай вспомним Тогда произнеси, попробуй произнести все парные согласные П, З, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С З, С А мягкие бывают? Мягко Би, Пи Так З, Ф, Г, Ги, Д, Д З, З, С З, С А Ж, Ш, Ш бывают мягкие? Нет Почему? Потому что они никак боятся Потому что они не бывают Какими? Мягкими никогда Не бывают Не бывают Значит, мы говорили о каких согласных на прошлом уроке Сейчас какие ты произносил? Посмотри, вон на мониторе Какие-то? Б Ну ты, как они вместе называются? Б, П Это какие? А это парные Это парные Значит, есть парные, а есть? Не парные Не парные Значит, парные согласные Хорошо Ты все произнес? Посмотри, все произнес ты правильно произнес все? Или подсматривал немножечко? Нет Вот сюда подсматривал Подсматривал Тогда возьми листок самооценки И где цифра до 3 у нас Мы с тобой же повторяли это Если ты все-все сам полностью назвал Тогда зеленый Если подсматривал немножко Тогда желтый А если много подсматривал Тогда красный Сам можешь рассказать эти? Да Ну давай, не подсматривай П П Б П Так Еще раз Ш Так Д Т Так В Ш Так К Г Так И последнее В Ш Молодец! Значит, нарисуй себе кружочек Оцени, как ты поработал Молодец! А теперь Отложи листок И посмотри Подними глазки на монитор Наверх Видно? Хорошо видно? Давай прочитаем Произнесем слова Но мы будем медленно Парочками А не видишь Подвес написаны? Слова Слова написаны парами Мы их произнесем И внимательно Внимательно Послушаем Какой звук Слышится на конце Каждого слова Приготовился? Ну давай Хлеб Мы так читаем А как слышится? Хлеб Хлеб Следующее слово Суп Суп Дальше Ёж 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 Рок Рок Рак Опять рак Клюв 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 Шкаф Шкаф Гляз 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 Глаз Да? Говорит так Глаз Час Мед Мед Кот Что ты услышал? Что ты заметил необычного? Ну что как? Хлеб И суп Хлеб Суп Ну что? Подмерить Когда произносим хлеб Когда произносим хлеб Слышим П А пишем Б Одинаковое? Нет Дальше Говорим Ёж А пишем Ёж Ёж Говорим Рок А пишем Рог Дальше Смотри Появляются Звуки Говорим Клюв Клюв А пишем Клюв Говорим Глаз А пишем Гляз Говорим Мед А пишем Мед Говорим Мед А пишем Мед Что ты увидел необычного? Ну-ка внимательно-внимательно Посмотри Посмотри Какие Давай произнесем Звуки на конце Каждого слова В первых Какие у нас звуки? Хлеб Суп П П А буквы Б и П Дальше Звуки Ш Одинаковые звуки? Звуки Посмотри В звуковичках В квадратных скобочках Одинаковые? Да Звуки Одинаковые А буквы? Разные Разные А как ты мне сейчас В начале урока Называл? Как называются Эти звуки? Б Б Ж Ш Г К Д Парные Парные Что же с ними происходит? Давай посмотрим В каком месте Они находятся В слове В первом Везде Где находятся Эти буквы? Где они находятся? В начале слова В середине В конце слова В каком месте? Не знаю Ну посмотри Так же видно Жирным Красным Выделено Где они стоят? В начале слова? В конце? Или в середине? В конце В конце слова И что же с ними происходит? Они меняются Как Слышится Что? Один звук А пишется Буква другая совсем Что ты заметил? Можешь сделать вывод По вот этим По вот этим Вот Словам Ну-ка внимательно Еще разок Ну-ка 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 Смотри Хлеб Хлеб Суп Батон парный Парный Батон парный Звуки Одинаковые А буквы Разные Буквы разные Мы знаем такое Чтобы Один и тот же звук А разные буквы Нет Нет Не знаю Значит Сегодня На уроке У нас Видишь Такое затруднение Как же выбрать Легко Можно на слух Вот так послушать Хлеб И написать Можно на слух Послушать И написать Любую букву Какую мы хотим Нет Нет Значит Надо Нам с тобой Поставить цели на руку Чему мы сегодня На уроке С тобой Должны научиться На слух Ты сказал Определить нельзя Значит Мы сказали Что это парный Согласный Да Мы сказали Что где он стоит На конце Слова Да Произносим И сказали Что один И тот же звук Может обозначаться Одинаковыми Или разными буквами Один и тот же звук Может обозначаться Разными буквами Это новая Это новая Новая Тогда что нам надо делать Что нам делать надо Какие цели Мы поставим С тобой на уроке Ну-ка давай Подумаем Давай быстренько С тобой подумаем Какие цели Мы с тобой Должны На уроке Поставить Чему мы должны Сегодня С тобой Научиться Ну Чему научиться Как переменять слово Так Изменить слово То есть Как узнать Так Научиться Значит Чему Подсказочка тебе На мониторе Чему научиться Мы должны Проверять Правильно Писать Ну правильно Писать Ты можешь Не смотреть туда Можешь сам Свои цели Какие ты цели Это я тебе просто Как бы подсказку Такую Значит Научиться Чему нам нужно Сегодня Выбирать букву Правильную Да Выбирать правильную Букву Надо нам Еще Что А как ее выбрать На слух Можно А как Значит Надо Что будем делать Учиться Думать Просто Ну подумали 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 И придумалось Нет Нет Если мы не знаем Как писать Значит Что Может быть Можно проверить Как нибудь Да Значит Будем учиться Проверять Такие слова Да Значит Будем учиться Подбирать Проверочные слова Да Еще Что будем делать Учиться Правильно Писать Слова С такими Парными Согласными Да И еще Что Раз у нас Есть проверочное Слово Значит Есть И Проверять Значит Будем Учиться Различать Проверочное И проверяемое Слово Какая тема Нашего урока Тогда Можешь Сказать Какая тема Давай попробуй Сформулируй Тему Нашего урока Проверочное Проверяемое Слово Проверочное Слово То есть Будем Учиться Выбирать Боку Какую Нам Нужно То есть Научимся Проверять А Проверочное Слово Нам Подскажет Скорее Всего Какую Живу Нам Выбрать Да Ну ладно Тогда Сейчас Мы с тобой Цели Мы с тобой Поставили Тему Урока Мы с тобой Обозначили Сейчас Тогда Мы с тобой Откроем Учебник Откроем Учебник На страничке 97 97 Страничка 97 96 Сначала 96 Правильно Закладка Лежит Молодец Давай Посмотрим Тема Совпадает Наша И здесь Да Совпадает Тогда Тогда Смотрим На упражнение 9 9 Что нас Просят Сделать Протитаем Все Читаем Слова Какие слова Здесь встретились Нет Слова Слова Нет Ты слова Читаешь Или буквами Звуки Читаешь Слова Читаем Гриб Слышим Гриб А здесь Грибы Ну читай Грибы Дальше Гляз Прям Нет А как слышим Глаз 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 Так Дальше Рок Рок Рога Так Дальше Чиж 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 Это птица Такая Чиж Дальше Сад Нет Мы говорим Это пишем Сад А говорим Слышится Как написать Как написать букву Где мы не можем ошибиться В каких словах Можешь мне прочитать слова Гриб В слове гриб слышно четко Гребы Там не гре А только гри Грибы Четко слышится Да Да Еще какие слова Все мне прочитают Гляз Нет Глаз 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 Еще Так Сижу Еще Саду И Львы Львы А теперь внимательно Внимательно Посмотри В первой колонке Когда слово В одном числе Да Одно Там плохо Слышно Там Конец слова И звук И буква Совсем другая Звук изменяется Звук-то какой А буква совсем другая Нам не слышно А во втором слове Четко слышно Да Скажи пожалуйста В каком слове Согласный Стоит После Стоит Перед гласным Где перед гласным Посмотри Вот тут Гласный есть После Нет А здесь Есть Есть Значит Мы же знаем Что гласные Поются Они четко Слышны Да Гласные Что мы здесь Можем сказать Про вот эти слова Четко слышно Нет Здесь Здесь нет А написано Одинаково Или нет Нет Ну как Нет Тут Гриб А тут Б Слышится А пишется Все равно Гриб Можно сказать Что слова Слова Которые Написаны Во втором столбике Будут Проверочными Для первых слов Да Значит Где должен Согласный Стоять Что должно После него Быть Обязательно Какой звук Какой звук Должен Стоять После него И А Это Какие звуки И И И Гласный Или согласный Согласный И А Согласный Гласный Это Гласный Конечно Это Гласный Значит Можно Сказать С тобой Что Слово Которое В котором Согласный Стоит Перед Гласным Слышится Четко Четко Можно сказать Что это Проверочные А это Проверяемые Значит Как будем Проверять Как нам Проверить Вот теперь Скажи Чтобы Проверить Какой Буквой Обозначить Парный Согласный На конце Слова Что нужно Сделать Со словом Смотри Тут Сколько И тут Тут Один А тут А тут Три Несколько Да Много То есть Да Значит Что нужно Со словом Сделать Что Со словом Сделать Чтобы Чтобы Претился Гриб Грибы Как узнать Что Не гриб Писать Надо Что Надо Со словом Сделать Ну что Мы делаем Со словом Изменили Его Много Тут Сколько Было Один А тут Много Тут Четко Слышится Да Можно Проверить Проверить Ну Тогда С тобой Сейчас Потренируемся Значит Чтобы Еще раз Повторим Правило Чтобы Проверить Какую Бугу Обозначить Что Нужно Сделать Изменить Слово Как Если Был Один Предмет Сделать Другой Несколько Чтобы Получилось Да Потренируемся С тобой Потренируемся Так Ну Ладно Тогда Встанем Сейчас Посмотрим Как Ты Запомнил Наша Минутка Маленькая Будет Затлючаться Нет Около Парта Можно Стоять Около Парта Если Слыш Нет Отойди А как Ты Будешь Уполнять Задание Ручки Опусти Значит Если Я Говорю Слово Которое Плохо Слышно Надо Проверять Тогда Ты Будешь Приседать Если Я Буду Говорить Слово Которое Проверочное Которое Хорошо Слышно После Согласного Глазно То Ты Будешь Руки Вверх Поднимать Договорились Сейчас Посмотрим Как Ты Внимательно Услышал Ладно Первое Слово Так Начинаем Соседи Соседи Так Сторож Хорошо Слышно На конце Сторож Круги Если Я Говорю Проверяемое Тогда Садимся Если Проверочное Руки Вверх Круги Круги Все Перепутал Шалаш Шалаш Укроп Слышно Четко Укроп Нет Значит Приседай Кроты Ну Хорошо Ну Поднимай Руки Вверх Если Хорошо Берега Квас Можно же ошибиться На конце Значит Приседай Гаражи Гаражи Хлеб Хлеб Молодец Ну Ладно Немножко Конечно Ошибался Но Ничего Страшного Садись Сейчас Мы с тобой Позакрепляем Так Так Позакрепляем С тобой Откроем Тетрад Учебник Поставим На подставочку Возьмем Тетрадки В которых Дома Пишем Простые Тетрадки Откроем Тетрадки Запишем Простую Тетрадку Берем Зелененькую Открываем Тетрадку Берем Ручку Записываем Число И классная Работа На мониторе У меня Появилось Число И классная Работа Так Сидим Ровненько Ножки Ровные Спинка Ровная Запишем Число По серединочке Аккуратно Пишем Выводим Буквки Красиво Аккуратно Пишем Классная Работа Тридцатая Апреля Последний День Сегодня У нас Апреля Уже Май Начинается Не забываем Толчечку Ставить И два пальчика Отступаем На следующей строчке Пишем Классная Работа Классная Работа Хорошо Число Классная Перелистываем Учебник 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 Перелистываем Учебник Учебник Прочитает Их нужно Разделить На две Группы Одни Которые Проверочные А другие Проверяемые Какие Нужно Проверять В одну Группу Какие Проверять Которые Будут Проверочными Словать Другую Группу Приготовь Сейчас Группу Когда Начинает Читать Шарф Что это будет Какую Группу Ты первую Группу Проверяем Проверочные Которые Четко Слышно Шарф Надо На две Группы Сначала На две Давай Сначала Произнесем Те слова Которые Плохо Слышны На конце Можно Ошибиться Которые Имеют Парные Согласные Выбираем Шарф Ты Сказал Еще Какое Где Можно Ищем Это проверочное Нам не надо Пока Его Подожди Нам Нужны Сначала Слова Которые Плохо Слышно Шарф Ёрш Дальше 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 Ну все Все Снег Так Нет Дальше Снег Снега Снега Надо Нет И последнее Слово Еще Фрис Фрис Получить Фрис В конце Урока А теперь Которые слова Четко Слышатся Которые Проверяемые С помощью которых Будем проверять слова Которые На конце Гласные Есть Чтобы после Этого Согласного Стоял гласный Произносим Все слова Какие Проверяем Проверочные слова Проверочные Какие остались Шарфы Дальше Ну какими словами Будем проверять Скорее Ну дальше Я уже сказала Хлеба Хлеба Видишь ударение У меня Хлеба Дальше Снега Так Хорошо Федради Так Супы Супы Призы И призы 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 И еши Осталось Так Хорошо Какую букву Будем проверять Какую В каждом слове Теперь давай Я называю слово А ты мне говоришь Какую букву Плохо слышно Какую надо проверять Я называю слово Хлеб Какую Плохо слышно П Значит Надо ее проверять Да Как будем проверять Мы поставим Вместо П Ду А как мы ее поставим Давай попробуем Изменить слово У нас есть здесь Какое проверочное слово Можно сказать Хлеба Нет Нет Значит Как мы говорим Хлеб Четко слышно Значит Мы выбираем Какую букву Писать Б Поэтому в слове Хлеб На конце Будем писать Так Следующее Какое слово Например Слова Снега Снег Снег Какую букву Надо проверять Снег Какую не слышно Г Г не слышно Как проверить Как проверить Снег 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 Можно сказать Нет Значит Как проверить Снег 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 Четко слышно Значит Выбираем Писать букву Г В слове Снег Пишем букву Г Следующий приз Тетрадь Ну тетрадь Тетрадь Какую букву Будем проверить Т Т Т Т Слышится Как проверить Много Как сказать Тетради Тетради Да Можно так сказать Нет Надо сказать Как Тетради Да И какую букву Выберем Значит Писать Д Или Т Д Или Т Выберем Какую В слове Тетради Степа В слове Тетради Какую Д Или Т Выбираем Так Д Д Д Д Правильно Из вот этих Всех слов Вот образец Вот Ерши Ерш Ты не пиши А с большой буквы Выбери Какие-нибудь пары Сначала напиши Проверяем Проверочное слово А потом проверяем Какое ты выберешь Какую пару Будешь писать Три пару Только запиши Посередине Напиши Десять упражнений И точечку поставь Я буду на доске писать А ты будешь писать Хлеб Значит Какое Сначала нужно Проверочное записать Какое Проверочное слово Хлеб Нет Там Чтобы слышно было Надо Хлеб Нет Нет Не слышно Хлеб Какое Проверяем Это Как проверить Мы уже проверяли Там Хлеб Хлеба Значит Сначала Пишем Проверочное Пишем Хлеба Пишем С большой буквы Отступаем Написали Упражнение Десять Поставили Точечку И напишем Хлеба Хлеба И черточку ставим Да Какое слово Мы проверяли Хлеб Значит На конце Какую букву Будем писать П или Б Б Хлеба пишем Хлеба Запятую поставим И можем букву Так соединить Показать Раз здесь Мы проверили Здесь четко Слышно Да Карандашиком Соединим Покажем Что букву Нужна одинаковая Все карандашиком Простим Еще какое Ты хочешь Слово Выписать Пару Пакую Еще Б и Б Соединяем Хлеб Хлеб Хлеба Хлеб Еще какой Быстрее Выбирай Скорее Мы не успеваем Снег Снег Какой проверишь Снега Пишем Снега Хорошо Снега И проверяемое слово Какой снег Какую букву выберем К или Г На конце писать Г Г Потому что мы проверили Правильно Снег И Карандашиком Соеди И еще одно Любое И еще одно Любое Снега Какой Снега 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 Пишем Пишем Призы 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 У тебя войдет Оно там переноси Тогда по слогам Или войдет Призы И приз На конце На конце слышим Снега На конце слышим сэ А будем писать Приз С или З Потому что мы проверили Не призы А приз И поставим И поставим Точечку И в конце Поставим Точечку Только тут соединить У тебя не получится Наверное Тугой Но ты поведи С этой стороны Строчки На другую Буквки Одинаковые Покажи Что Мы проверили Это слово Да? Приз Почему През През Или приз Приз Где приз Что тут написано Приз Ну давай Исправляй Скорее Скорее Не Карандашиком Только можно Карандашком Аккуратненько Так Заканчиваем Заканчиваем Сейчас Проверим Как ты можешь Работать Самостоятельно Нет Ручкой Буквы Надо было Подписать Ну ладно Пускай Карандашиком Все Отложили Сторонку Петрадку Закрою Положи Откроем Компьютер Пересаживайся Сюда Если Удобно Так И Выполним Упражнение Самостоятельно Подвинься Так Чтобы тебе Удобно Было Там Компьютер Не Треться Растут Туда Подогреться Так Включим Ну Выполни Упражнение С гномиками Проверим Как ты Его сделаешь Помоги Гномам Починить Гномик Помоги Гномам Починить Гномик Все Я не Подсказываю Ты Делаешь Сам Проверим Как ты Понял Новую Тему Пожалуйста Давай Быстренько Время У нас Чтобы Еще Успеть Задание Сделать 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 Ну, какие знаешь слова, делай потом. Что-то одно непонятное. Ну, непонятное другое дело. Так, ошибка. Может, не всё верно. О, сколько ещё дырок скорее. Видишь, твоя помощь нужна. Помоги скорее им заколотить окошки, чтобы у них домик получился. Дырки проели. Может кто, червяки там? Ели. Так, молодец. Поехали. Поехали. Маленькая осталась уже, скорее. Рукавы. Молодец. Посмотрим, откроются двери у тебя или нет. Давай-давай-давай, скорее 4 слова, 105. Растет что в огороде? Смородина, малина? Кусты. Один? Кусты. Конечно, молодец. Так. А это птица, вот тут рядом ниже, которую мы сейчас читали. Птица, как называется? Стриг. Нет, стриг такого нету. Стриж. Стриж. Как проверить? Стрижи. Стрижи. Да, молодец. Не ты на то место, выше чуть-чуть. Серп. А вот раньше не было комбайнов, чем серп назывался такой вот острый. Видел серп? Серп. Давай. И еще два слова там осталось. Серп. А это на корабле кто плавает. Как его называют? Яр. Нет, ниже. Матрос. Конечно, матрос. А там символ. Последнее слово. Это символ. У каждой страны есть. У нас двуглавый орел такой. Что это там? На монетах у нас такой делают. Как он называется, знаешь? Герб. Герб. Или герб. Не знаю. Проверяй. Гербы. Пожалуйста. Молодец. Может. Быстрее, быстрее, быстрее. Гербы. Посмотрим. Хорошо. Все. Пока закрываем. Больше ничего пока не трогаем. Пока сюда не обращаем внимание. Берем теперь тетрадочку. Рабочую. Время у нас уже. Рабочую тетрадочку открываем. Скорее. Рабочая тетрадка. Страница 51. 5 и 1. Смотри. И номер 7. Номер 7. Нас просят прочитать. Быстренько читаем. Тут какой-то столбик и тут столбик. Где снег? Был. 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 Пирог. Дальше. Дальше. Тот и сольный лист. Так. Там и свет. Будет и еду. Скажу. Можно сказать, что это предложение? Нет. Нет, конечно. Что надо сделать, чтобы получить предложение? Надо взять карандашик простой и соединить, чтобы получились пословицы. Посмотрим. Как у тебя получилось? Кто ленив? Тут не надо ничего. То есть соединить. Нужно одно взять отсюда, одно отсюда, чтобы получилась пословица. Кто ленив? Кто ленив? И что отсюда можно подходит взять из этого колонки? Там и след. Там и след? Кто ленив, там и след? Кто ленив? Кто ленив? А что значит сонлив? Можешь объяснить? Сонливый, который любит. Что делать? Ну соединяй, соединяй. Все правильно ты сказал. Кто ленив, тот и сонлив. Так. Значит тот любит что делать, который ленится? Лениться. Что он любит? Спать. Спать любишь много, значит и лениться будешь. Так. Следующее отсоединяем скорее. Так. Где снег, там и след. Конечно. Где снег, там и след. И последнее остается. Был бы. Был бы. Был бы пирог, будет и едок. Будет и едок. Если пирог есть, то и будет его кому съесть, да? Угу. Молодец. А сейчас последнее задание выполним. Посмотри. Задание выбери на компьютере, где мальчик идет. Составим пароводы над своей речью. Нет. Да. Вот этого мальчика выбирай. Значит, нужно расставить картинки так, чтобы получился рассказ. Что было сначала, что потом и что потом. Если ты правильно составишь, тогда я тебе покажу мультфильм. Если правильно все получится. И еще нужно рассказ составить. Что могло сначала быть? Что могло сначала? Ну-ка подумай. Было ли это? Ну, наверное, посмотри. Кто сначала один, кто идет. Ну-ка внимательно посмотри. Давай придумаем мальчику имя какое-нибудь. Саша. Ну, Саша шел. А что там? Почему он в сапогах, в куртке? Потому что дождь. Значит, шел дождь, наверное, да? Шел дождь. Ну, ставь тогда это первое. Шел дождь. Саша шел по дорожке или по тропинке там куда-то. По дороге, по тропинке. Так. И что дальше случилось? Вдруг что он услышал, наверное? Ну-ка, где писк можно? Посмотри, какая картинка больше подходит. Так. Ну, ставь ее скорее, перетаскивай. Так. И что он услышал? Тащи, тащи, тащи. Она перестает. Так. И что он услышал? Птенчиков. Писк птенча, птенцов. А почему они одни? Не знаю. Ну, подумай. Надо придумать. Мы же придумали. Потому что у них нету мамы. Наверное, что-то случилось. Может, коршун украл. Может, ястреб утащил. Да? Может, родители погибли. А птенцы остались одни. Поэтому они и кричали. Наверное, они были какие? Маленькие. И еще какие? Маленькие что хотят сюда? Почему они кричат? Есть. Голодные, наверное. Да? И что мальчик сделал тогда? Мальчику стало жалко это или нет? Жалко. И что он сделал сначала? Он делал это. Что он? Посмотри картинка. А какая третья у нас? Вот. Ну, все правильно стоит. Да? Нет. Ты думаешь, сразу кормить стал? Еще же дождь идет. Дождь идет. Мальчик идет. Идет дождь. Он их накрыли. Клоны не промокли. Ему стало жалко, наверное, их, да? И он снял кетку и накрыл их. И потом что он стал делать? Кормить. Заботиться о ней? Ты кормить? Хорошо. Закрывай. Проверить. Проверить. Давай проверить. Все правильно. Молодец. Хорошо. А теперь возьмем листок самооценки и посмотрим. Давай посмотрим, что сегодня мы узнали на уроке. Мы. Ну как? Ну? У меня подсказочка вот есть. Сейчас. Чему ты научился? Я что узнал? Что понравилось? Что не понравилось? Что ты понял? Что не понял? Чему научился? Что ты на уроке сегодня? Быстренькое время. Ну, сегодня я на уроке я узнал. Научился. Ну все читать то не надо. Это ты… Что ты узнал на уроке сегодня? Скажи. Ну? Я на уроке. Ну, как мы всегда делаем? На уроке. На уроке. Ставьте ударение. Ударение мы ставили или подбирали проверочные слова? Подбирали проверочные слова. Научились мы выбирать букву правильно? Парные согласные научились писать? А как ты будешь действовать, чтобы правильно писать? Чтобы правильно написать, нужно обязательно... Что делать? Проверять. 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 Мы четвертое с тобой, ты тут вот работала, мы не оценили с тобой. Тоже, когда ты выполнял самостоятельно, ты все гномики? Все гномиков сделал правильно? Да. Тебе я не подсказывала ничего? Раскрасть тогда. Если все сам, то зеленый. Если с подсказками, то желтый. А если плохо справился тогда? Да, красный. А теперь возьми ручку и нарисуй человечка. вот пирамидка у нас если тему ты не понял плохо не научился тогда нужно нарисовать вот тут себя да если ты еще нужно поработать то есть не все хорошо получается то есть какие-то все равно ошибки есть нужно заниматься тогда здесь а если все 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 понятно все все правильно тогда можно себя на вершине нарезать где ты себя нарисуешь нарисуй ну тогда смотри в конце урока я обещала если мы поработаем хорошо что я покажу и проверим как ты мультфильм давай посмотрим в конце урока шел дождь а вася возвращался с прогулки домой вдруг вася услышал что где-то кричат птенцы совсем недалеко от тропы он увидел гнездо с птенцами они были совсем одни под дождем вася стал жаль птенцов они были мокрые вася накрыл птенцов своей геркой мальчик заботился о сиротах он каждый день приносил птичкам пищи полезно что можно сказать о мальчика как вы делали очень добрый нам тоже надо такой же пример взять для себя так ну поработали сегодня хорошо дома нужно еще поработать тогда откроем дневнички запишем на машине запишем на завтра запишем русский язык записываем рабочая тетрадь рт страница 55 и нолик рт страница пишем страница русский то написано уже тут не надо русский было писать рабочая тетрадь рт пишем рт рабочая тетрадь страница пятьдесят пять и нолик номер пять или шесть по выбору да можно или 5 сделать или 6 тот который тебе больше понравится то ты и сделаешь все урок окончен всего доброго складываемся готовься к следующему уроку узнав р Татарда видишь разумно арщитивное так рады так так так